В начале года случайно абсолютно попалась информация о том, что в Израиле есть город, который основан Кременчужановой. 110 лет назад приехали туда 17 семей, половина из Харькова, половина из Кременчува и основали в пустыне, в песках этот город. В этом городе именно сконцентрированы молодые силы, плюс город является сгустком мозгов войки и индустрии в Израиле. Несколько институтов, на уровне институтов они работают, разрабатывая программное обеспечение для всевозможных отраслей. Израиль это огромный инвестиционный потенциал, несмотря на те размеры страны, несмотря на те проблемы, которые у них есть там национальные, но денег там в этой стране хватает. Мы хотим через отношения с решенным лицом предложить инвестировать в наш город и хотим быть первыми на этом пути, первым городом Украины, который туда придет с какими-то конкретными предложениями. Самого трудного подростка берут, которого уже там примерно осужденный, но не посадили, они берут его на поруки, договариваются в суде, что они берут его в свою подопеку и естественно начинают заниматься с ним. Они берут его на зарплату хорошую. И у каждого там зама, у других людей есть таких по два, по три человека. То есть, в общем, у них очень большое количество, именно они людей, детей ставят на верный пункт. Ну, если уже не получается, тогда да, ему отдыхают. Потому что из всех городов по-братимам, вот скажем, наверное, наиболее активно у нас это выдачь, понятно. И если с решенным лицомом будут такие подвязанные отношения подписаны, то я думаю, что это тоже будет один из наших активных городов по-братимам. Спасибо. 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 Спасибо.